За неделю заболеваемость коронавирусом в Самарской области выросла на 38%. Рост отмечается во всех возрастных группах, причем наибольшие среди детей и среди пенсионеров. В связи с этим областные власти ужесточили режим самоизоляции. Дома должны находиться все непривитые жители региона старше 60 лет. Раньше норма распространялась на людей старше 65. Исключения составляют случаи, когда нужно приобрести продукты, товары первой необходимости, лекарства или требуется экстренная медицинская помощь. Также можно вынести мусор в иглице домашних животных. Работодатели должны отправить на дистанционный режим работы всех невакцинированных сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Среди пенсионеров уровень заболеваемости существенно вырос на треть за последнюю неделю, при том, что доля людей пенсионного возраста среди заболевших – это 25,4%. То есть это по-прежнему основная группа риска. В структуре заболевших в процентном соотношении увеличилась доля работников офисов, банков, торговли продовольственными товарами, здравоохранения, образования транспорта, промышленных предприятий. Глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова рекомендовала продлить запрет на любые очные массовые мероприятия после окончания нерабочих дней и расширить перечень учреждений, доступ в которые возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании. Ограничительные меры в отношении хозяйствующих субъектов – это вынужденные меры. Коллеги, они нас тоже очень тревожат. Уже с 1 ноября принимаются заявки на получение государственной поддержки для работников пострадавших отраслей. С 15 ноября будут доступны, уже будут осуществляться фактические выплаты грантов, будут предоставляться кредиты под годную ставку. Стабилизировалась, хотя и на высоких цифрах, ситуация по общему количеству амбулаторных пациентов. В ковидный фонд планируется ввести еще 371 место за эту неделю, таким образом он составит 8580 мест. Это более 40% всего коечного фонда Самарской области, отметил министр здравоохранения региона Армен Бинян. 19% в стационарах – тяжелые и крайне тяжелые больные, а подавляющее большинство – 70% в средней тяжести. Почти 60% пациентов на кислороде. Первый вице-губернатор поручил заранее прогнозировать сроки поставки кислорода в регион, чтобы в случае каких-то задержек можно было оперативно заменить поставщика. Светлана Кудрявцева, События.